Визави с миром Автор и ведущий Армен Аганисян У нас есть один журнал уникальный, который насчитывает многие годы существования, который богат традициями, который многие из вас, конечно, знают, помнят, да и сейчас читают. Это журнал «Иностранная литература». И я рад приветствовать в нашей студии главного редактора этого журнала Александра Яковлевича Леверганта. Александр Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот вы согласны, что все-таки ваш журнал явление уникальное и действительно служит своего рода мостом между миром и литературой зарубежной и нами? Да, до сих пор это, безусловно, мост и, говоря пушкинскими словами, окно в Европу, хотя надо сказать, что последние, скажем, лет 20, а нам, между прочим, будет через год 60 лет, мы были созданы в 1955 году, последние 20 лет, конечно, этих окон в Европу появилось очень много. У нас есть очень серьезный конкурент в лице интернета и телевидения. И если раньше иностранная литература была тем единственным источником познания зарубежной литературы, то теперь таких источников много, в том числе, кстати говоря, и просто путешествия. Люди гораздо больше ездят, что прекрасно. Там покупают книги, конечно. Которые выпускают очень много зарубежных книг, очень много переводной литературы. Правда, надо сказать, что тут мы действуем на разных площадках. Дело в том, что не секрет, что сегодня главный язык, с которого переводят, это английский, а главная литература, которая потребляется, это массовая литература. Она далеко не всегда плохая, она бывает и хорошая, бывает и прекрасные детективы, научная фантастика и так далее. Но если вы, например, перевели сборник рассказов или, что того хуже, сборник стихов, то есть много шансов за то, что вас издатель не примет. У нас на эту тему есть вопросы слушателей, мы подойдем к этому. Да, поэтому мы-то как раз издаем литературу, которая не принята на книжном ряду. Понятно, это как бы ваша ниша. Но у вас есть одно еще преимущество. Журнал все-таки, наверное, может работать оперативнее, чем издательство. Я имею в виду, он быстрее может публиковать что-то, какую-то часть произведения, если не все. Вы знаете, что это такой довольно сложный, хитроумный танец наш с издательствами. Мы очень часто покупаем, конечно же, свои права на журнальную публикацию, но договариваемся с издателем, который выпускает вещь, которая нам интересна, чтобы издатель немного подождал. Потому что мы выпускаем только то, что никогда на русском языке не появлялось. У нас даже есть рубрика, которая называется «Из будущей книги», и вторая рубрика, которая называется «Сигнальный экземпляр». И в этих рубриках мы печатаем фрагменты книги, которая выйдет порой очень скоро после нашей публикации. Скажите, тут дорого покупать авторские права за рубежом? — Смотря, как вы их покупаете. Тут есть, так сказать, и дешевый вариант, который пользуемся мы, и дорогой, который мы не пользуемся. Дешевый вариант — это покупать права на журнальную и одноразовую публикацию. Дорогой вариант — это покупать права на электронную публикацию и на книжную публикацию. Разница очень большая. Вот на сегодняшний день, чтобы купить известный, недавно вышедший роман и напечатать его в журнале одноразово, приходится тратить 600-700 евро. А если бы это была книга, тем более электронная публикация, то это было бы все 3000 евро. Вот разница столь велика. — Да, существенно. Вот вы сейчас сказали, предвосхитили мой вопрос о том, что вы переводите только то, что еще не переводилось. В последнем номере, вот я, например, вижу. А Камюну, уж казалось бы, за Камюну, вроде бы, должны бы все перевести. На самом деле нет. Интересная очень статья, набросок, вернее, предисловие книги у Коренния Симоны Вейль, да? — Да, да, да. — И укоренение, извините, у Коренния Симоны Вейль. И это перевод с французского, и это впервые на страницах российской прессы. Ну, вы сами переводчик с английского языка, мы коснемся еще этого вопроса. Но хотел бы уточнить, вот вы сказали, что ваш журнал — это окно в Европу. Но по традиции, да, вот действительно, если я посмотрю сейчас перечень, тут в основном, ну, авторы европейские, немецкие, французские, польские, судя по всему, да. Но ведь иностранная литература открывала нам окно и в другие миры. Куликоя Маркеса, Кутагаву, Коба Аба, вот напоминает нам слушатель. То есть вот эта палитра, она не заужена до европейской литературы? Вы знаете, она не заужена. Мы продолжаем публиковать произведения не только европейских авторов. У нас бывают и иранские авторы, и египетские авторы, турецкие авторы. Естественно, у нас недавно был специальный номер, посвященный японской литературе. У нас в ближайшее время будет сборник, онтология посвященная чилийской литературе, португальской, ну и так далее, и так далее. То есть мы, конечно, не ограничиваемся такими расхожими местами, известными местами. Тем не менее, некоторый выправы, некоторый сдвиг произошел. Если раньше широкая палитра, широкая география была в некотором смысле знаком идеологии журнала, то есть идея была такая. Если ты печатаешь, например, американский роман, да еще не очень хорошо относящегося к СССР автора, то ты за это, так сказать, должен напечатать монгольского автора, стихи. Или что-то очень пролетарское. Да, пакистанские стихи. Или там, я не знаю, что-то посвященное дню рождения Ленина. Например, в советское время, сейчас журнал «Иностранную литературу» тех времен принято идеализировать, а между тем все номера, которые выходили в апреле и, соответственно, в ноябре, читать было сложно, потому что апрельский номер был посвящен Ленину, хочешь не хочешь. А ноябрьский был посвящен, понятно, чему октябрьский революция. А вы в те годы сотрудничали, работали или работали? Я начинал сотрудничать в конце 70-х годов. Вот, поэтому теперь мы все-таки, мы, конечно, понимаем, что широкая география нужна, мы от этого принципа не отступаемся, но все-таки мы за качество произведений. А поскольку европейская и американская и южная и североамериканская литература посильнее, то, соответственно, им и большее пространство в журнальной тетради. Спасибо. Вот вопрос интересный из Владимира, от нашего слушателя. А что для вас иностранная литература? Украина, Казахстан, Беларусь, можно продолжить, да? Другие постсоветские республики. Что это? Уже иностранная литература или еще нет? Ну, дело в том, что у нас есть ближайший друг и союзник, журнал «Дружба народов». У нас всегда были разные подходы. Мы публиковали то, что теперь называется дальним зарубежьем, а они публиковали и публикуют то, что называется ближним зарубежьем. Но теперь эти границы несколько смешались. И вот в начале 2015 года мы выпустим, например, номер, посвященный современной литовской литературе, чего иностранная литература прежде никогда не делала. В свою очередь, журнал «Дружба народов» не так давно сделал специальный номер, посвященный литературе Италии. А журнал «Звезда», петербургский журнал «Звезда», недавно, еще до нас, сделал специальный номер, посвященный голландской литературе. Так что, как видите, эти границы перемешиваются, и это естественно. Потому что, ну что, в конце концов, Литва – это независимая страна, у нее очень интересная современная литература. Почему мы делаем специальный номер, посвященный Голландии и Швейцарии, и не делаем номер, посвященный Литве? Это было бы несправедливо. Тем более, что у нас в советских времен, слава богу, сохранилось очень много отличных специалистов по прибалтийским, в частности, литовской литературе. Ну, тем более, взаимопроникновение культуры, литературы с Литвой, наверное, наиболее яркие, если сравнить с Эстонией, Латвией. Естественно. Но, опять же, тут есть довольно тонкая грань. Понимаете, прибалтийские страны – это уже совершенно, с литературной точки зрения, независимое государство. Я не думаю, что мы в ближайшее время, например, будем делать специальный номер, посвященный украинской литературе. Потому что это все-таки немножко другая история. Они больше привязаны к нашему литературному процессу. Хотя, разумеется, это совершенно независимая литератория. Спасибо. Спасибо. Вот многие журналы, рубеж 90-х годов, да, слом советской административной системы, пережили как такой девятый вал в своем существовании. Ну, а вот как иностранная литература? Ну, вопрос мой такой очень конкретный. У многих журналов были миллионы, в сотни тысяч, у некоторых миллионы. А вот как иностранная литература этот исторический девятый вал преодолела? И что сейчас? Я бы хотел особенно, чтобы вы остановились еще на судьбе журнала в 90-е годы. Иностранная литература в этом отношении ничем не отличается от других толстяков. Во времена перестройки, когда был дан зеленый свет, и можно было печатать все, что угодно, или почти все, что угодно, наш тираж взмыл. Он стал миллионным, так же, как и тираж «Октября», где печатался Гроссман, или «Знамени», или «Нового мира», где печатался Пастернак. А мы, в свою очередь, печатали Джойса, Генри Миллера, Дэвида Герберта Лоренса и прочих-прочих-прочих авторов, о которых нельзя было и помыслить еще за несколько лет до этого. Поэтому, естественно, тираж был огромный, спрос на журнал был очень велик. Сейчас мы находимся в рыночных условиях, в рыночных отношениях, и наш тираж с миллиона упал до пяти тысяч, но цифра пять тысяч не должна никого особенно смущать, потому что это для журнала серьезной, подчеркиваю, серьезной литературы, не так плохо. Потому что, если вы посмотрите на тираж переводной книжки какого-нибудь серьезного писателя, не автора эротического сочинения или детектива, то вы, как правило, увидите три, а то и две тысячи. Так что, пока мы, в общем, еще держимся. Хотя, конечно, цифры не сопоставимы. Потом журнал, я не знаю, сохранилась ли эта традиция, но в советское время, даже при больших тиражах, ну, если даже вспоминать мои студенческие годы... Журнал нельзя было доставить. Да, и передавали. Тираж умножался путем вот этой передачи от читателя к читателю. Иногда до дыр, как говорили, в буквальном смысле. И для того, чтобы выписать журнал иностранной литературы, я это хорошо помню по своему детству, мы вынуждены были выписывать коммунист или там агитатор. Да, должна была быть, должен был быть своеобразный пакет. Да, точно так же, как когда вы подходили к театральному киоску и хотели пойти, скажем, на Бориса Годунова в Большой, вы должны были пойти еще и на Чио-Чио-Сан, там, театр Станиславского. Это называлось нагрузкой. Ну, кстати, и юридические лица, мы сейчас говорим о подписке индивидуальной, то же самое подбирали, вот с таким вот, как бы, оглядываясь на конъюнктуру времени. Да, иностранная литература, между прочим, была отличным подарком и знаком, так сказать, того, что ты преуспеваешь на службе. Тебе могли дать эту подписку, а могли в виде штрафа отказать в ней. Ну да, послужившись ограничены. Да, совершенно верно. И до сих пор дачи забиты переплетенными журналами иностранной литературы, и у меня даже кое-что есть. Переплетенный Фолкнер и так далее. А вообще архив хранится? Да, архив хранится, но в нем есть досадные лакуны, есть какие-то отдельные номера, которых нет и в редакции тоже. Зато в редакции есть, может быть, это нашим слушателям будет интересно узнать, наш непосредственный предок, журнал интернациональной литературы, из которого мы вышли. Этот журнал выходил в 30-е годы, и последний его номер с огромным портретом вождя народов, и без обозначения членов редколлегии, поскольку все они были в это время уже репрессированы. А скажите, пожалуйста, в Торевицу на период был аналог? Да, он, по-моему, назывался, вот тут вот написано, он, по-моему, назывался «Вестник зарубежной литературы» или что-то в этом роде. Это уже переводная литература? Я его никогда не видел. Да, это была переводная литература. Многое переводилось очень быстро с колес. Другое дело, как переводилось. Но это отдельный разговор. Ну, очевидно, в библиотеке какой-то из крупных государств, наверное, в исторической тоже есть. Конечно, конечно. Нет, в Ленинге это, конечно, есть. По-старому говоря, в государственной библиотеке. Ну, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, электронная версия существует у вас? Электронная версия у нас существует. У нас есть свой сайт. Но, продолжая тему, которой мы уже коснулись, электронные права покупать очень дорого. Поэтому, в отличие от других толстых журналов, мы вынуждены давать не целиком роман, а только его фрагменты в качестве, так сказать, рекламного. Да. А к тому же электронная версия, наверное, будет сбивать ваши тиражи? Зачем читать, покупать? Вы знаете, это вот не очень понятный вопрос. Одни говорят так, как только что сказали вы, другие считают, что электронная версия на сайте, наоборот, представляет собой нечто подстегивающее тираж. Это очень трудно сказать. Социологи на этот счет как-то расходятся во мнении. Вы видите, в связи с того, какую стратегию и тактику выбирают. Да. Но вот там скажем... Но аннотации, например, вы публикуете, да, на ваши статьи? Мы публикуем аннотации. Мы публикуем очень много аннотаций и рецензий на только что вышедшие книги. Причем мы не ограничиваемся теми книгами, которые выходили у нас в стране. Мы даем аннотации книг, которые только что вышли и рецензируются в известных зарубежных журналах, таких как «Шпигель» или «Нью-Йоркер» или «Дитсайт» и так далее. Но как обстоят дела вот с критическими статьями, с литеророведческими, с историей литературы? У нас очень много эсэистики и публицистики. Вы их же можете публиковать на сайте? Да, естественно. Это мы все публикуем, у нас есть много хороших авторов. Вот интересно, что, собственно, литература видения как такового стала гораздо меньше. Вот вам, наверное, приходилось думать о том, что вот сейчас уже не существует англистики, американистики. В общем, специалисты по американской литературе, когда-то их был легион, так сказать. Они были, их было много, они занимались там каждым квадратным метром этой американской литературы. А сейчас, если, например, редколлегия журнала хотела бы опубликовать, и это было бы интересно для читателей, большую статью-экскурс о том, что происходит в сегодняшней американской литературе, задача была бы очень сложная. Найти такого человека сегодня очень сложно. А раньше их было очень много. Я помню американский роман XX века для нас был Засурского, ну, как бы такое. Да, он, слава богу, жив. Да, он, слава богу, жив, но, наверное, уже сейчас он пишет меньше. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Новый правок, если раньше это была вот огромная армия, там, того же Засурского, Дурнова и прочее, прочее. Можно перечислять безумное количество. Были и германисты, и франкофоны. Да, и американский Ренессанс, когда опубликовались у нас, перевелись и опубликовались работы Фолкнера, Волфа. Да, и американисты рвали друг у друга. Да, да, это было. Это все. Самая популярная площадка, как бы теперь сказали. Да, да, да. А сейчас, это интересно, то, что вы говорите, это интересное. А теперь, понимаете, какая ситуация в университетах, вот я в том числе тоже преподаю в университете и читаю зарубежную литературу, но очень многие зарубежники не являются сильными литераторами. Поэтому вот ты обращаешься, например, к человеку, который всю жизнь занимается, ну, не знаю, балканскими литературами, и он там доктор наук, он знает всех этих писателей и так далее. Ты ему заказываешь статью для нашего журнала, который, как вы понимаете, научным не является, а является все-таки, при том, что он серьезный журналом билетеристическим. И ты начинаешь это читать и понимаешь, что опубликовать это нельзя, потому что этот человек, прекрасный специалист, не владеет словом. Поэтому вот, а вот в прошлом были люди, которые действительно прекрасно писали и одновременно прекрасно знали. Разумеется, такие есть и сейчас, и я далеко не склонен превозносить старые времена, но вот с точки зрения, вот вы спросили про литературоведческие статьи, я отвечу коротко, что собственно литературоведческих статей стало, мягко говоря, гораздо меньше. А что в вопрос литературы? Был такой журнал? Он и есть. Он существует? Он существует. Очевидно, там сконцентрирована такая литературоведческая мысль. Да, да, он существует. Он приемли, очевидно, при институте мировой литературы или на деле? Он не приемли, он сам по себе. Существует, собственно, два журнала. Один такой современный новое литературное обозрение, журналы и издательства. И в вопрос литературы более традиционный журнал. И даже с неплохим по нынешним временам тиражом, там у них полторы тысячи экземпляров. Главным образом он интересен распространяется по слабистическим центрам. Потому что он является очень ценным источником литературы и вечерской. Вы называли его Вопли. Его называли его Вопли, совершенно верно. Я там когда-то печатался, там было много достойнейших людей, работали там. Был интересный журнал? Да, был интересный журнал. Там работал американист, кстати. Мы заговорили об американистах. Такой Алексей Зверев, может быть, вы слышали. Очень талантливый человек. Почему я о нем вспомнил? Он был заместителем главного редактора иностранки в начале 2000-х годов. Ну, тот же американец Дмитрий Рунов, по-моему, возглавлял когда-то тоже этот журнал. Да, он был заместителем главного редактора тоже. Он был даже не столько американистом, сколько английстом больше. Вот он, кстати говоря, вот вы его очень вовремя вспомнили. Вот он-то как раз писал очень здорово. Вот у него было перо. И о лошадях тоже, кстати. У него было перо, да. И о лошадях, я бы сказал, в первую. Да, да. У него хорошее перо было и, я надеюсь, остается. И у него и у его отца, Михаила Ворнова, который занимался... Да, но тот же был Шекспиром больше. Он занимался, нет, он занимался больше концом 19-го века. Уайлдом, Стивенсом. Оно вот неоромантизмом английским, но и Шекспиром тоже очень. Скажите, пожалуйста, вот вы как переводчик, конечно, как Пушкин говорил, да, это почтовая лошадь прогресса. Просвещение. Просвещение, да. Но вот сохранилась ли эта функция перевода? И у нас есть вопрос о качестве сейчас переводческого труда. Есть ли молодые переводчики? Переводчики именно художественного текста, я имею в виду. Не погубили ли мы эту школу? Вот во время этого девятого вала не утонула ли она? Что вот у нас... Утонуть она не утонула, но оказалась сильно подмоченной, как сказал. Подмоченной. Сильно подмоченной. Дело в том, что произошло ведь что? Государственное издательство пали, появилось много маленьких частных издательств, которые на перегонки переводили книжки, которые должны были им приносить большие дивиденды. Там Анжелику и так далее, и так далее. Для этого пользовались услугами, прямо скажем, не слишком профессиональных переводчиков, главная сила которых была не в мастерстве, а в скорости. Потому что важно было не хорошо перевести, а быстро перевести. Кроме того, маленькие издательства, и это уже не их вина, а их беда, не могли себе позволить держать сильных переводчиков, и, что очень важно, сильных редакторов. Поэтому сегодня, например, редакторский цех, я плавно перехожу к редакторам, редакторский цех очень оплашал. Редакторы теперь почти не работают с иностранным текстом, не сверяют иностранный текст. Все это, слава богу, обошло наш журнал. Мы по-прежнему очень серьезно относимся к переводной литературе, которой и занимаемся, и редактируем тексты, заглядывая в оригинал. Что касается переводчиков, то, понимаете, с одной стороны, переводческая школа подверглась очень серьезным ударам в 90-е годы, с другой стороны, она выжила. И на сегодняшний день появилось, во-первых, очень много молодых, сильных литературных переводчиков, а во-вторых, и могу это сказать ответственно, потому что преподаю литературный перевод в РГУ. Профессия литературного переводчика, которая не сулит ни славы, ни денег, пользуется огромным спросом и популярностью у молодых людей. Это удивительно. Притом, что, ну, действительно... Ну, это отрадно. Это отрадно, да. Какая-то победа над коммерциализмом нашей жизни. Существует старая школа, испытанная школа литературных переводчиков. Мы даже... И обмен между ними опытом происходит. Безусловно, потому что семинары ведут не только я, очень многие в Литинституте, верно, и в Московском государственном университете, и в других местах. Поэтому знаменитая школа художественного перевода, советская, она существует, ну, несколько видоизмененных в виде. Хотя, надо сказать, повторяю, вот издательский процесс очень снизился по своему уровню, потому что нет уже тех кадров, так сказать. Ну, во-первых, просто нет реально возможности держать такое число. Помните, сколько было редакторов? Был и издательский редактор, и технический редактор. И такой, и сякой, и рукопись полоскалась во многих-многих водах. Сейчас такой возможности даже у богатых и мощных издательств нет. Поэтому, когда вы открываете книгу, неважно, какую, русского автора или иностранного, вы наверняка с этим сталкивались, вы увидите массу опечаток, стилистических огрехов и так далее, и так далее. Понятно. Очень коротко у нас осталось мало времени, может, на такие практические вопросы ответим. То есть, в Твере, все-таки, какова оплата труда переводчика? Это же не статейку из газеты перевести. Да, не статейку. Оплата труда очень невелика. Ну, это английский язык. Она колеблется. Нет, дело не в английском, а дело просто в том, кто тебе заказывает. Если это сильно, большое, мощное издательство. То есть, на независимство, сложное издательство или нет. Если автор очень популярный, какой-нибудь мураками, то тебе могут заплатить, или Куэль, или тебе могут заплатить больше. Если автор никому неизвестный, и да и ты не очень известный. Ну, какая вилка, все-таки, примерно. Вилка, ну, примерно, понимаете, опять же, коротко не ответив, потому что есть московская вилка, а есть провинциальная, которая много-много ниже, даже в Петербурге. От трех до пяти тысяч за один авторский лист. Это 17 страниц. 24. 24. То есть, еще хуже. Еще хуже, да. Спасибо. Итак, продолжаем нашу беседу с главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Яковлевичем Ревергантом. Ну, как мы уже говорили, Александр Яковлевич еще, помимо того, что он главный редактор, он еще переводчик, как мы слышали в первой части, с опытом, который он передает им, молодым. Начинающим вы сказали действительно удивительную вещь, которая, ну, так не подается такому рациональному объяснению в наше время, где, в общем, молодежь выбирает места, которые дают какой-то, дадут, да, прожиточный максимум, выбирают прожиточный максимум, получают, либо не получают его, но, тем не менее, мотивация идти туда, где много заплатят. И вот юноши и девушки, я так понимаю, да, наверное? Девушки главным образом девушки. Девушки главным образом девушки. Да, главным образом девушки. Им, что литературный перевод отличается от любого другого, который, к слову сказать, оплачивается много лучше литературного, да, какой-нибудь финансовый текст, если вы переводите. Так вот, литературный перевод отличается от другого именно тем, что вы поначалу лингвист, когда вы только разбираете текст, который вы переводите, а потом-то вы становитесь литератором. Вот мы с вами говорили о том, что нет литературы ведов сейчас, достаточно числа, которые бы еще при этом и хорошо писали. То же самое и с переводом. Вы можете превосходно знать язык, вы можете быть превосходным синхронистом, но литературный перевод — это совершенно другая специальность. И если приходит ко мне человек и говорит, вы знаете, я бы очень хотел переводить для журнала «Иностранная литература», ты его, естественно, спрашиваешь, а что вы перевели, он говорит, вы знаете, я ничего не перевел, но я десятки лет синхронист с испанского, и я знаю язык досконально. Я жил там, не знаю, в Гватемале 20 лет и так далее. Совершенно не значит, что он сможет что-то перевести, потому что он должен быть, повторяя, литератором. Вот вопрос тоже из практики и технологии переводческого труда. Из Чехова спрашивают слушатели, говорят, что переводы стихов с других языков делаются так. Сначала переводчик делает подсрочник, а потом поэт зарифмовывает этот перевод. Это были ли мифы, а как на самом деле обстоит дело? Ну вот наш слушатель, который задает этот вопрос, он оперирует временами 50-х годов, 60-х годов и древними, простите, и редкими языками. Действительно, когда нужно было переводить с, ну я не знаю, с тюркского языка, с тюркских языков или с фарси, то действительно существовала целая гвардия буквалистов, людей, которые переводили слово в слово, а потом подходил к переводческому станку, так сказать, мастер, литературный мастер, и делал из этого настоящую поэзию. Ведь не знал же корейского языка она, Андреевна Ахматова, она переводила с подстрочника. Подстрочник делали другие люди, это был, так сказать, технический труд, который, кстати, очень неплохо оплачивался. Получить работу, перевод подстрочника большой поэмы какого-нибудь, я не знаю, узбекского поэта, это было очень выгодно. Вот, на сегодняшний день поэзию так не переводят. На сегодняшний день поэзию переводят люди, которые одновременно и знают язык, ну по большей части, и владеют поэтическим переводом. Хотя поэтический перевод само по себе, сам по себе это вещь, необычайно трудноописываемый, так сказать. Ну а как работали Маршак, ну я назову такие легендарные, Юлия Морец. Да, но Маршак знал английский язык. Но Морец, наверное, взял из всех тех языков. Да, она работала с подсрочником, действительно, она работала с подсрочником, Давид Самойлов работал с подсрочником. Ну, Гинсбург, наверное, работал без подсрочника, потому что ему это не нужно было. Давайте вспомним замечательную повесть Трифонова «Предварительные итоги». Помните, там как раз описан именно такой переводчик, который сидит и переводит с подсрочника. Он литератор, он переводит с подсрочника и живет в Туркмении. Переводит там местного поэта, помните, да? Да, да. Ну а как вы переводите? Ну, я, во-первых, поэзию не перевожу, я перевожу прозу, и зачастую перевожу прозу старую, старого времени, классическую прозу. Я очень традиционный человек, поэтому я пользуюсь интернетом мало, я пользуюсь больше словарями, бумагой, пишу поначалу от руки, вообще представляю собой такой анахронизм ходячий. Ну что ж, дай Бог, чтобы этот анахронизм и подольше сохранялись. Спасибо. Ну вот, можно упомянуть о вашей работе? Я так понимаю, это часть более обширного труда? Это несколько глав всего, да. Несколько глав. И она посвящена Оскару Альду, я так понимаю. Да, эта книжка выйдет. Главы из однаменной книги, да. Да, эта книжка выйдет в Жезел. В Жезел, да, в серию. В ближайшее время, да. Вот скажите, пожалуйста, а кого вы предпочитаете переводить из авторов? Ну, кто вам как бы ближе, с большим удовольствием, если так можно говорить? Я всегда, да, я всегда с большим удовольствием переводил юмористическую, сатирическую литературу, афористическую литературу. Она мне была как-то ближе. Это с одной стороны. С другой стороны, мне гораздо интереснее переводить то, что теперь называется английским словом non-fiction. Я больше люблю переводить публицистику, эссеистику, письма, дневники, путевые заметки. Ну да, очень трудно сказать, что это, художественная литература или нет. С одной стороны, это вроде бы не роман, но с другой стороны, назвать, например, путевые заметки Грэма Грина, не художественной литературы, тоже странно, согласитесь. Вот как раз на эту тему из Минска вопрос, пространный я бы сказал. «Читал, что вы составили список английских афоризмов. Расскажите, пожалуйста, об этом еще, об английском знаменитом юморе». У меня от него даже улыбки не бывает, анекдоты не смешны, а многие уверенно твердят, что английский юмор, мол, шедеврален. Что это? Выдача желаемая за действительное? Обычное наше низкопоклонство перед заповным? Например, я прочитал «Трое в лодке», не считая собаки, Джерома и Джерома, и на английском, и на русском. Смеялся, читая по-русски. А английский текст меня не пробрал. Расскажите, пожалуйста, смешной английский анекдот. Тут много просьб. Давайте по порядку. Во-первых, вы действительно составили список английских афоризмов? Это список или это издание? Ну да, это антология. У меня было две антологии. Одна английских афоризмов, которая называлась «Суета-сует», а другая антология американского афоризма, который назывался «От а до я», потому что она была составлена по темам. А английский афоризм был составлен по авторам. Ну, знаете, я, поскольку все-таки немного работал в Англии, и моя журналистская такая деятельность начиналась именно с работы в отделе вещаний на Великобританию, здесь на радио в те годы, то я в чем-то разделяю. Вот это typically British understatement, то, что говорят, которое тоже трудно перевести. Вот при вас я не решаюсь, как недомолвка, вторая контекстность, да, подтекстность. Действительно, она иногда... Чувствуешь тонкость этого и глубину, но иногда она действительно не воспринимается так, как бы на наше ухо, привыкшее к другому чувству юмора, не воспринимается как нечто содержательное, скажем, да. Ну, или нечто, что нуждается в дешифровке. Иногда, может быть, в вот такой понимании, в какой среде это, да, в каких реалиях это родилось. Хотя, в принципе, я чувство английского юмора, как бы, ну, ценю, и даже очень ценю. Что нельзя бы сказать об американском чувстве уверения, я его не очень понимаю. Оно ближе нашему. Да, оно ближе нашему, тем не менее, мне кажется, оно так погрубше будет. И все-таки давайте вернемся к вопросу. Вот в чем все-таки загадочность и секрет английского юмора? Ну, во-первых, если английский юмор плохо читается по-русски, то это очень часто не потому, что плохо юмора, потому что плохо переводчик. Это тоже очень важно. Да, верно. Тем более, что если речь идет о действительно тонком юморе, юморе с подтекстом, то нужно очень сильно подумать, как его перевести. Тем более, что на язык наших осин он не всегда хорошо и переводится. Вот, это первое. Второе, ну, действительно, английский юмор отличается некоторой подтекстностью, заключающейся в том, что, ну, действительно, англичанин пошутит, а ты и не заметишь. Я не так давно, несколько лет назад, издал том, который называется «В Англии все наоборот». И там в предисловии как раз писал об этой особенности английского юмора, который действительно очень неуловим. Вот. Американский юмор, это юмор скорее, он тоже замечательный, замечательный юмор, но он, но это скорее юмор вымысла. Вообще, американцы очень хороши именно вымыслом. Вспомните рассказы о Генри или Марка Твена, это всегда, это всегда нечто надуманное. Юмор к нашим анекдотам должен приближаться. Да, совершенно верно. Английский юмор более бытовой и, казалось бы, более незаметный. Иногда между тем, что ты прочел, и моментом, когда ты засмеялся, проходит определенное время. И не потому, что ты туго думал или у тебя отсутствует чувство юмора. Ты должен, это вот как бывает с волной, которая должна до тебя дойти. А можно примеры какие-то об этом и слушатели просят? Если можно, по-английски, потому что многие знают, и по-русски, если это возможно. Как-то не очень приходит в голову, но, например, к сожалению, сегодня уже не существует знаменитого, вы его, конечно, знаете, английского журнала Punch. Он закрылся, когда он существовал несколько веков, и англичане и американцы потешались и покатывались со смеху, читая этот журнал. И вот там была, я запомнил, замечательная карикатура, замечательной подписью, сидит врач-психиатр за огромным столом, а на столе стоит крошечный человечек, и врач-психиатр говорит, опять перебрал лекарства. Вот что-то в этом роде. То есть не рассчитал силы как-то вот так. Опять же, там по-английски было сказано что-то очень изящное, такое незаметное. Вот. Но у англичан вообще, если говорить об английском юморе, замечательные свойства, которые, я не знаю, как вы, а я оценю больше, пожалуй, любого остального человеческого чувства. Это умение смеяться над собой. Самоирония. И вот эта самоирония, это умение улыбнуться своим недостаткам, своим недочетам англичанам, согласитесь, раз вы жили в Англии, очень свойственно. Причем это свойственно даже и не очень высокоинтеллектуальным людям. И может быть поэтому так, в сущности, сильна эта нация, уступающая многим нациям в чем-то другом, но в этом их опережающий. Американский юмор. Американский юмор, это юмор вымысла, это юмор выдуманной истории. Они называют их tell stories. То есть tell, это в данном случае tell tale, то есть это выдуманная история. Американский юмор, например, юмор юмористов, простите за тавтологию, которые печатались в журнале о Нью-Йорке в 30-е годы, составили блестящую плеяду, такие как Джеймс Терберр, Роберт Бенчли, Дороти Паркер и так далее. Как они шутили? Они все время что-то придумывали. Особенность их юмора это гротеск. Они все время, главный прием это гипербола. Вот гротеск и гипербола английскому юмору свойственно несколько меньше, чем американскому. — Спасибо, спасибо, очень интересно. Кстати, вот вопрос от слушателя. Как профессиональный переводчик, извините, объясните, меняется ли английский язык так же стремительно, как русский язык? У нас за последние годы появилась масса американизмов и терминов, связанных с интернетом и компьютерами. А вот как у них? Ну, знаете, да, вот я смотрю по телевидению, сейчас Олимпиада у нас идет, и вот это байками, лайками, байками из другой оперы, репостами. Ну, я, конечно, понимаю, все замечательно и звучит очень современно, но действительно навязчиво, я бы сказал, и отчасти агрессивно. Ну, бог с ними, пусть это на совести рекламы заказчиков будет, это даже не вопрос к телеканалам, а скорее вопрос к тем, кто заказывает такую рекламу. Но действительно язык у нас как бы вот изобилует вот такими. А да, теперь, значит, обязательно даже такой суперинтеллигентный человек и чиновник, ну, не сказать слово, что он словил кайф в контексте Олимпиады, ну, просто невозможно, конечно, без этих слов обойтись. Ну, никак, кайф он ловит там и еще чего-то схватывает, вот, ну, ну, что делать, имеем то, что имеем. А тем не менее, это же действительно проблемы серьезные, да? Вы знаете, это проблема не только русского языка. Да, конечно. Очень многие языки мира испытывают на себе влияние английского языка, а точнее говоря, американского. Потому что американская наука и культура очень-очень влиятельна и агрессивна. Но русский язык, как всякий великий язык, не чураются пользоваться такого рода словами, ничего страшного. Вот, если вы почитаете книжку «Русский язык на грани нервного срыва», замечательная книжка, то там про это тоже очень подробно и интересно сказано. Русскому языку нечего стесняться заимствовать слова, в конце концов. В нем много заимствованных слов очень. Конечно, в самом английском языке масса заимствований, между прочим, и из французского, и из латыни, и из греческого, и так далее, и так далее. Ничего страшного. Английский язык, вообще любой язык, потому и богат, что он не чурается заимствовать. А где вот эта рамка? Просто в какой-то момент многие слова, которые раньше, вот как вам сейчас казались, чем-то навязанным извне, перевариваются языком и становятся нашими словами. Ну, не знаю, там, когда-то слово «мерси» было, выглядело как иностранное. Сегодня это просто спасибо с некоторым стилистическим, ироническим оттенком. Какой смысл переводить на русский язык, например, слово «твиттер»? Ну, оно существует в английском языке. Мы им пользуемся, и от этого мы не должны испытывать никакого комплекса неполноценности. Нет, это конечно. А существует этот язык. В свое время герой романа Хцелл Женицын в «Круге первом» был такой Салагдин. Он занимался тем, что он терпеть не мог иностранных слов, и все переделывал на русские слова. Он переделывал слово «социализм», «коммунизм» и так далее, и так далее. Получался идиотизм в результате. Поэтому хождение иностранных слов в любом большом языке – это совершенно нормальная, естественная вещь. И от этого это блюдо, которое называется русским языком, ничуть не страдает, а только наоборот выигрывает. Ну, наверное, многое зависит от контекста жизни. Другое дело, что вы совершенно правы. Люди, которые, скажем, ведут ту же Олимпиаду и вообще вещают по телевидению и по радио, часто бывают малограмотные, малокультурные. И, конечно, они злоупотребляют такого рода словами. Вот мы за тот час, который разговариваем, не употребили ни вы, ни я, ни одного иностранного слова. Да, я не заметил, а вы заметили, видите-ка, что значит профессионал. Ну, а вот вопрос из Астаны. Вы часто ездите на международные мероприятия за рубеж? Если да, то скажите, как там оценивать нынешнее состояние мировой литературы? Что думают о ее перспективах? Ну, можно от себя добавлять, а что там думают и о современной русской литературе, если приходилось с этим сталкиваться? Да, вот мне кажется, что ваш вопрос гораздо осмысленнее, чем тот, который был задан. Дело в том, что, ну, я езжу на конференции, на семинары, и, ну, как оценивать перспективу развития литературы? Ну, всегда принято считать, и это такая обывательская заезженная точка зрения, что в прошлом все было лучше, и литература была лучше. Был Шекспир, был Бальзак, Диккенс и Толстой, а сейчас, мол, никого нет. Пройдет 50 лет, и окажется, что и в нашей литературе тоже очень много замечательных писателей, может быть, не класса тех, которых я перечислил, но тем не менее. Мне кажется, что, во-первых, русскую литературу на Западе и на Востоке тоже оценивают очень высоко, если ее знают. К сожалению, далеко не во всех странах ее хорошо знают. Америка, например, страна глубоко самодостаточная, переводят они крайне мало, и, соответственно, знают там двух-трех писателей. А, например, французы и немцы, которые переводят очень много и очень плодотворно, знают русскую литературу гораздо лучше. Другой вопрос, что далеко не... А это классическая литература или о современном? Нет, я имею в виду современную. Классическую-то литературу они все знают. К сожалению, только очень многих Толстой, Достоевский, Чехов остаются по-прежнему современными писателями. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который, наверное, задал бы не только этот слушатель, но и многие другие. Мало мы сейчас знаем о тенденциях мировой литературы, мало знаем имен серьезных писателей из других стран. Не могли бы вы сориентировать, кого советуете прочитать? Ну, вы знаете, что это зависит очень от того, в каких издательствах эти книги издаются раз, о каких романах того или иного писателя идет речь два. Но в современном мире существует несколько, так сказать, живых классиков. Это в Германии Гюнтер Грасс, Нобелевский лауреат. Это в Латинской Америке Льоса и Маркес, разумеется. Это прекрасный американский писатель Кормак Маккарди. Это в Англии известные, наверное, многим нашим слушателям Макьюэн, Джулиан Барнс и Акроид. И это, конечно, очень многие современные польские писатели. Например, Нобелевский лауреат, тоже недавно умершая, замечательная поэтесса польская Висла Шимборска. Ну и, конечно, мы знаем Милорода Павича, прекрасного сербского писателя-постмодерниста, Умберто Эка и так далее. Но я подозреваю, что я не открыл Америку, называя эти имена. Они давно известны российскому читателю, в том числе и благодаря нашему журналу. Да, спасибо. Ну а теперь, естественно, от меня вам вопрос о ваших планах. На этот год, что вот вы считаете будет таким гвоздевым в вашем портфеле? Вообще гвоздь в портфеле неудобная вещь, но вот то, о чем вы считаете, стоит заранее предупредить наших слушателей, тирочитателей. Значит, во-первых, это год Шекспира. В апреле исполняется 450 лет со дня рождения Барда, как его называют в Англии и во всем мире. И мы готовим к этому времени специальный номер, посвященный Шекспиру. И назвали мы его «Беспокойное бессмертие». В номере будет очень много статей и перепереводов, то есть новых переводов шекспировских текстов, статей, посвященных проблемам творчества Шекспира и его биографии. Кроме того, в этом году мы сделаем несколько специальных номеров. Они будут посвящены литературам Сербии, Дании и, если успеем в этом году, возможно, и Германии. Таких номеров у нас обычно выходит 2-3 каждый год. Ну, вот примерно вот такие планы. Вы увидели в содержании первого номера маленькую подборку отрывков о Камю. Мы продолжаем тему Камю, потому что Камю исполнилось 100 лет со дня рождения в прошлом году, в конце прошлого года. И мы выпустим в середине этого года его путевые заметки, которые никогда не печатали. Спасибо. Вот вам гвозди этого портфеля. Весьма внушительные. Спасибо. Александр Яковлевич Ливерган, главный редактор журнала «Иностранная литература», отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вашему журналу, ну и вам в вашем литературическом и переводческом труде. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. Всего доброго. Визави с миром Субтитры создавал DimaTorzok